У меня такое ощущение, что здесь слишне в этом интерьере. Ну да ладно. Всем привет, с вами снова Айдан, и, пожалуй, долгожданное видео о моей помолвке. Да, действительно, совершенно неожиданно я для вас сообщила эту новость, и не только для вас, даже самые близкие мне люди, они были приятно удивлены. И, пожалуй, надо, наверное, вам рассказать, что, собственно, произошло, что происходит. Дело в том, что, я напоминаю, я азербайджанка, мой жених, его зовут Харик, он тоже азербайджанец. Много перекрестились, получается, традиции наши национальные и религиозные. Поэтому, да, мы действительно, у нас было обручение, мы помолвились, но с точки зрения ислама мы еще прочитали никях, и для тех, кто не знает, никях это такая церемония, скажем так, брак-сочетание перед Всевышним. Что-то вроде венчания, традиционного, которое всем известно. Вот никях, это вот для мусульман означает, что перед Всевышним они уже муж и жена, даже если документально в ЗАГСе у нас не заверено. И да, многие возмущались и говорили, что, в принципе, у нас уже состоялась, можно сказать, свадьба, раз мы прочитали никях, и почему это мы не живем вместе и все такое. Я не знаю, почему люди так возмущаются, почему их это так возмущает и беспокоит, поскольку нас это не беспокоит. Все дело в том, что когда азербайджанцы, у них проходит помолвка, то после этой помолвки, как бы, они официально жених и невеста, и они могут свободно выходить на люди вместе. Сами понимаете, вместе это значит под ручку как минимум. И мы, понимая это, приняли решение, что все-таки нам нужно прочитать никях, а я поясняю, что до брак-сочетания, до никяха нельзя посторонним мужчине и женщине, пока они друг для друга, ни муж и жена, нельзя прикасаться друг к другу, даже под ручку. Ну, исключительные случаи, когда уж она там падает, то, естественно, что я тебя не трону, падай. Такого не будет, конечно, поможет, но я не рассматриваю эти критические моменты, а именно говорю в целом. Поэтому, понимая это, беря это за основу, мы с ним решили, что нам все-таки нужно прочитать никях, поэтому мы прочитаем никях задолго до свадьбы. Свадьба будет позже, сейчас просто помолвка. И в целом я сейчас вам расскажу обряды помолвки. Что... с чего начать-то? В общем, чаще всего это проходит дома у невесты, и вот это вот торжество, помолвка ложится на плечи семьи невесты. Но мы приняли решение делать это не дома, а в ресторане, поэтому у нас было в ресторане, и, я вас удивлю, но были там только самые близкие родственники, около... около 50 человек, наверное, 40 с чем-то. Да, это были наши близкие. Это был узкий круг, им были ограничены. Как это происходит? В общем-то, жерех и невеста в Азербайджане, азербайджанцы, как хотите, они... главная кульминация вечера, это надевание колец друг другу на безымянный палец. Особенность в том, что азербайджанцы носят на левой руке. Не на правой, на левой. И мы друг другу надели кольца, соответственно, на левой руке. Кольцо невесты, кто подписан у меня в инстаграме, тот знает, кто не подписан. Я всегда оставляю ссылку внизу, подписывайтесь. Кольцо невесты приобретает сторона жениха. Кольцо жениха приобретает сторона невесты. Мы, в общем, у нас кольца были перевязаны. Впрочем, что рассказывать, я вам сейчас покажу. До того, как вы увидели, мне на плечи накинули вот эту шаль. Чаще всего она бывает красная, но поскольку наша мама, мама жениха, она позаботилась о том, чтобы подходил к моему наряду, поэтому она взяла такую красивую шаль с блестками и подходящую к моему планшу. Слово сказать о моем платье. Платье тоже приобретает сторона жениха. Поэтому платье мы продумывали, оно шитое, то есть его дизайн, можно сказать. Он был навеян одним платьем из интернета, плюс еще мы ходили, смотрели ткани, и в итоге вот сито с такой получилось свое, можно сказать, авторское платье. И каково было мое удивление, когда оставалось несколько дней до моего нишана, до моей помолвки, и тут выходит тизер сериала «Кара всегда», и главная героиня плавает в воде практически в похожем платье. И я такая, ты чего? Это мое вообще-то. В общем, мы его продумали вместе с мамой жениха, и мне очень понравилось, что получилось. И я так поняла по комментариям в инстаграме, вам тоже понравилось. И была у меня такая идея, я сделала сюрприз своему жениху. В общем, мне написала одна девушка, она из подмосковья. Она шьет кукол, то есть ручной работы. И тут мне пришла идея, что в принципе можно сшить кукол по нашему образу и подобию, прямо так же, как мы будем одеты на торжестве, и обыграть это как-то. А потом наши детки, дай бог, будут играть уже не принца и принцессу, а маму и папу, дай бог. И я скинула фотографию своего наряда, скинула фотографию костюма жениха, и она сшила буквально очень быстро. Тут у куколки есть на самом деле даже волосы, прям настоящие такие волосы, платок, все как надо, платье точь-точь, как у меня. Конечно, это прям очень был такой классный сюрприз и очень оригинальный, и такого я нигде не видела, это мне пришло в голову. Может быть, кто-то и делал, но я честно говорю, что я сама придумала, точно нигде я этого не видела. Если вы хотите что-то подобное, или если вы хотели бы подарить кому-нибудь куколку по образу и подобию того человека, или, может быть, вы хотели бы деткам приорысти, я оставлю ссылку внизу, называется Ухти Доллс в Инстаграме. Вы можете найти эту девушку и заказать у нее такие милейшие создания. Я когда их получила, я так хокотала, я так, наверное, в последний раз в детстве радовалась. Клянусь, я столько новостей классных получала, но я так не радовалась, как вот им. Я их распаковывала, и я смеялась, прям вообще, особенно на им, такой он милашка. Интересно, на Лене вам будет, что дарят. Страна жениха, то есть семья жениха дарят подарки. Много подарков. То есть это не что-то одно, а несколько. Помимо того, что они дарят золотые украшения, они еще дарят вот такие корзиночки, вот, допустим, такая, или та, что у меня сзади, и еще несколько есть, эзотических соображений, я не буду вам их показывать. Это абсолютно все, начиная от косметики, тут и уходовая, и парфюмерия, и косметика декоративная, и заканчивая сладостями. То есть очень много всего, целая коробка конфет, не коробка в смысле коробка, а в смысле коробка конфет, ее уже практически нет. Это не я, честно. И колготки, и домашние вещи какие-то носить дома, и нижнее белье, то есть вещи, сумки, одежда, обувь у нас добывает, да огромное количество всего. И все это оформляют в такие вот корзиночки, вот это вот ручной работы, прям делали в Азербайджане родственники, жениха, это такая милая штучка, на самом деле, больше всего мне понравилось. Они оформляются вот в такие коробочки, или же вот такие большие коробочки, называется хон-ча. Вот. Либо, допустим, на поднос складывают, и потом заворачивают, так тынь с бантиком и красивенько. И все это, как бы, весело несут, не весть, что я и говорю. По поводу моего наряда, чуть не забыла, конечно же, изюминкой моего наряда была диадема. Или даже я не знаю, как ее назвать. Но, в общем, я понимала, что мое платье, оно достаточно красивое, но недостаточно нарядное, чтобы выделяться среди остальных гостей, чтобы видно было, что это невеста. Поэтому я думала, что чем бы украсить? Серьги у меня практически не видно, Серега. Какие-то украшения они должны были мне подарить уже там, будучи на церемонии. Поэтому я думала, что-то на голову. Ну, диадема, такая корона, она бы вообще не сочеталась с образом. И тут я наткнулась на инстаграм-аккаунт Lady Beetle. Они из Махачкалы. Это девушка, которая вручную изготавливает украшения. Вручную. Я не верила, пока не посмотрела сама. Мне кажется, получилось очень красиво. По крайней мере, мне так кажется. Если вам понравилось, то я могу вам оставить ссылку внизу на эту девушку. На эту замечательную рукодельницу из Махачкалы. Она отправляет, насколько я знаю, она дает на прокат и продает. Что есть такого интересного вам рассказать? Я даже не знаю. Давайте так. Все то, что вас интересует, пишите, пожалуйста, в комментариях. И, кроме того, я хотела вас спросить. Если вы хотите услышать историю из моих уст и из уст моего жениха, Харька, Как мы познакомились, я постараюсь уговорить его и попрошу вас поставить лайк к этому видео. Поставьте лайк к этому видео и напишите в комментариях, хотите ли вы знать, как мы познакомились, хотите ли вы, чтобы мы сказали, как мы познакомились. Поверьте, это интересная история на самом деле, и вы будете первыми, вы будете первыми, кто услышал я. Ну что ж, я думаю, что я все рассказала, надеюсь. Если это не так, то, опять же, я могу дорассказать потом про никях. Про никях отдельно, наверное, видео сделаю. То есть, что вам интересно, все, спросите, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Я сейчас снимаю, на самом деле, на телефон и буду монтировать в телефоне впервые. Я не знаю, как это делать, но, как вы знаете, комп у меня сгорел, и вариантов нет, поэтому будем выкручиваться. Я прощаюсь с вами до следующего видео, и надеюсь, запись все еще идет. Ассаляму алейкум, варахматуллахи, варахматуллахи, варахматуллахи.